так ребята всем привет наверное каждый из вас задумывался о продлении мотоциклетного сезона и представляем вашему вниманию снегоходный комплект фирмы vortex изготавливается он российским производителем в городе перми меня зовут арман умар я делаю драйвовый репортаж специально для туран тв вы спокойно садитесь принцип тот же самый как и на мотоцикле заходим в резкий поворот и можно вывесить ножку как на простом мотоцикле в эту и в эту сторону в основном у нас 1 2 3 если длинная смайкл это мероприятие компания и компания агент оранж это компания представляющая ктм сегодня мероприятие тест райт снегоходных комплектах на мотоциклах ктм вот и просто друзья собрались катаются наши клиенты наши друзья вот такое мероприятие привет это абсолютно новая тема для казахстана снова байк продли летний сезон на мотоцикле сейчас появилась прекрасная возможность ставить мото гусеницу на мотоцикл и кататься зимой на мотоцикле это ни с чем не сравнимая не описываемое непередаваемое удовольствие когда твой мото сезон длится круглый год несмотря на снег раз я вот первый который провел пресс-драйв я ощущение можно вас это поступит техника и рекомендую ребята устойчиво все великолепно вы сам мотоциклист да да если разница в управлении этим или вот снегоходом таким или обычным мотоциклом разницы конечно большая очень управляемая техника очень управляем вообще супер всем рекомендую вообще не снегоход горником вообще какой-то другой между лыжами и сноубордом удовольствие масса конечно но прикольно блин уже бы мотик давно вот так набоклил а этот не ложит а уходит и все прямо понравилось надо попробовать такую штучку и купить я ожидал что так легко управлять особенно на поворотах там нужно записываться закладывать предвести хорошие вещи это техника дает получить такой невероятный кайф и продлить действительно мотоциклетный сезон чтобы не сидели дома на диване вот что же похоже мечта становится явью можно действительно не закрывать мотоциклетный сезон а иметь сегодня мотоцикл которым пользоваться и зимой и летом конечно это наверное не дешевое удовольствие но все-таки я думаю всегда можно найти выход например приехать на такой тест драйв и покататься бесплатно ну и так ну такая своеобразная игрушка в том плане здесь чуть-чуть по-другому она едет и поворачивать надо в основном я так понял тело корпус корпуса ну и для меня как бы мотор помощней можно по пиле ездить но для первого раза так нормально для первого раза до как бы своеобразный от мотоцикла один за одним участники тест-драйва уносятся вдаль по белой пелене но я тоже к ним присоединиться немножко попозже тут очередь я записался какой-то там списке я уже не помню но скоро моя очередь подойдет я тоже к от нас компания ктм казахстан заключила официальный договор является дилером российской компании производителя мото гусеницы vortex поэтому сейчас любой желающий может прийти купить себе мотоцикл ктм такой какой ему нравится взять поставить на него комплект гусеницу и получать кайф бесконечный кайф от езды а наша компания рентур экстрим сможет вам помочь в обучении в организации подачки дать попробовать по потестить прежде чем что-то покупать дадим попробовать научим расскажем покажем мы как раз занимаемся популяризации этих видов сорта добро пожаловать друзья давайте кайфовать давайте отдыхаем ребята давайте если какие-то ожидания чего вы ждете не знаю на самом деле первый раз ну вот ребят слушаю как управлять там за надеюсь понравится и сегодня вот компания ктм как раз пригласила нас всех поклонников и не поклонников затестить очень интересную штуку поставили ее на наши родные ктм и это гусеничный комплект воркекс российского производства я там в тонкости не вдавался но то есть по сути мотоцикл превращается на подобие во что-то снегоходное такое но это не снегоход и уже не мотоцикл тема очень классно впечатление эмоций и от организации мероприятия и от самой техники просто вообще тема идти принять участие в наших таксистой страйдов мотоциклах мотоциклах на гусеничных комплектах зимних вы должны нас просто отслеживать на наших каналах ктм казахстан instagram facebook пожалуйста смотрите за новостями получайте информацию приезжайте будьте с нами получаете удовольствие будьте счастливы и самое что непонятно кажется вот соскользнет сейчас поворотом первый раз очень это боишься его закладывать сильно а потом уже более-менее понимаешь и нормально ну круто конечно круто спасибо вот эта тема вообще просто огнище блин заваливаешь вообще снегом локтями снег цепляют просто гребет тащить непередаваемо с чем-то сравнить можно с чем-то сравнить можно наверно нет я не катался на водном мотоцикле ну катался ну так по лайту я думаю это наверное что-то приближенное потому что песок просто кросс эндуро да все четко заваливаешься но не так мягкий прыгаешь гусянка отрывается он приземляется как подушку прыгаешь вот точно так же мы там жестко попрыгали я уже тут главное трогайся прямо не сначала не поворачивай никуда разгонись чуть-чуть потом уже не бойся его наклонять поворачивает не за счет руля а за счет наклона тела на подножку дави повороте как обычно посаживайся на бак оттяжечку когда разгоняешься вперед старайся выдернуть переднюю лыжу и смело 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 это не колесо это гусеница надо поддавать закрытием газа будет достаточно торможения и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, скорость я не знаю, чтобы прочесывать не сталь, вторая, третья, и прямо вот поманеврируйте, я подстрою, но меня не потратили. Вы забирайте вот по краям, где еще мы не вспахали, я подстрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У байка важен высокий покров снега. Тогда с мотоциклом можно вообще чудеса творить, его можно закладывать, просто нырять в снег. И все это предоставляет столько эмоций. Вообще это супер. Каждый райдер, который начинает кататься на КТМ или продвинутый райдер, сразу прочувствует очень хорошую мощность и отличную просто работу подвески. Подвески. То есть иногда у мотоциклов мощный мотор, но подвески не хватает, чтобы ехать так, как хочешь ты. Когда у тебя в комплексе хороший мотор, хорошая подвеска, у тебя получается отличная управляемость, и райдер едет намного быстрее и получает больше удовольствия. Я думаю, это главное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, как? Ну, просто восторг. Абсолютно даже. Это с одной стороны мотоцикл, с другой стороны это что-то совершенно другое. И я даже в какой-то момент забыл, что надо скорости переключать. Просто едет, тащит и тащит, да. И абсолютно все вот эти горочки, там подпрыгнуть где-то, повернуть. С каждым разом все смелее, смелее. На газу лыжи выдергивает из снега, нормально поднимает, чувствуется? Я не видел со стороны, но чувствуется немножко, да. Но я все равно чуть-чуть страховался, поэтому сильно не газовал. Понятно. Поэтому большое спасибо компании РЕН Тур, спасибо КТМ, спасибо вот этой вот чудесной штуке, как она называется, Вортекс, за вот это удовольствие, которое я сегодня получил. Велкам. Супер, спасибо большое. Следующий. Он потом уже не вернулся. Да, вот это было ништячно. Да, ну, конечно, мало, всегда мало кажется. Но я знаю, здесь очередь стоит, поэтому он успею приехал. Следующий человек уже. Я вот его немного завидую, потому что у него не вернулись. Вау! Когда это первая рация, это сначала очень ты волнуешься, потому что, ну, не знаешь, как поведет себя этот аппарат. Вот, и с каждой секунды ты становишься все увереннее, увереннее. Входишь в повороты, прыгаешь на горках, просто потрясающе. Вот так вот. Если у вас есть мотоцикл, как у меня, например, который стоит в гараже зимой, то есть вообще прекрасная альтернатива. Зачем покупать себе снегоход, когда из своего мотоцикла можно сделать снегоход? Да еще какой! Ну, а я запишусь, наверное, в очередь по второму кругу. Всем привет! Я Леся, также Фокси. Также Фокси. Я видел, вы чудесно катаетесь на мотоцикле. Расскажите немножко, с чего началось и вообще почему, и как долго продолжается. Начиналось все с самой юности, с мопедов. Это было мне 10 лет, когда мне папа подарил Ямаху Посол. Это был единственный мопед в городе Копчегай. Потом растем, вкусы меняются, игрушки меняются. Дальше был Макси Скутер 150-кубовый. После мне отец подарил на 15 лет мотоцикл японский Хонда Суперфорд 400-кубов. Каталась я во дворах, пока не была прав. После я получила права и выехала уже на дороге общего пользования. Опять растем, вкусы меняются, игрушки меняются. Дальше были и Зизер, и Хаебусы 1300-кубов. В 2009 году я приобрелась на свою мечту. Это спортбайк Хонда Сибер 954 РР, который и сейчас у меня имеется. Это был мотоцикл Легенда. Он был в инкрустации страз Сваровски, сделанный собственными ручками. И 7 лет назад я села на класс эндуро. И я поняла, почему же я раньше не села на этот класс. Это кайф. Ехать туда, куда глаза глядят. И познакомилась с ребятами, с компанией RENTUR EXTREME, конкретно Андреем Юкубе. И сейчас я являюсь представителем компании RENTUR EXTREME, где мы проводим путешествия и готовим для вас самые лучшие маршруты. Есть! Мы занимаемся активным туризмом, экстремальным туризмом. Все, что касается техники, это все к нам. Мы ездим на всем. На воде, на песках, на горах. В общем, у нас есть снегоходы, квадроциклы, мотоциклы, аквабайки. И это все наш формат. Зимой наша тема – снегоходы. У нас очень много красивых, ярких маршрутов. У нас есть формат от часа до многодневных диспетиций. Есть формат ночевка в горах. Мы выроем пещеру в снегу и там заночуем. Утром мы выйдем, посмотрим на солнце, порадуемся новому дню и поедем дальше. У меня появилась одна очень интересная идея. Как вы знаете, археологи зимой отдыхают, потому что все покрыто снегом. И мы подобны медведям в берлогах, которые ждут весны. Как мне нравится звук этого мотора. В Алматинской области в одном из ущельев у меня есть информация. Пастухи местные видели скопление петроглифов на одной из скал. И я хочу предложить компании «Рентур» совместную экспедицию, чтобы выехать туда и попытаться найти эти петроглифы. Пойду-ка я поговорю об этом с их руководителем Андреем Викубе. Мы с Андреем договорились отправиться совместно в экспедицию. У него есть очень хорошая идея. Расскажи. Наша компания «Рентур Экстрим» всегда ищет новые направления, новые активные увлечения. И с Арманом мы договорились сделать совместную экспедицию по историческим местам Казахстана. Мы выйдем на снегоходах, организуем поездку и будем несколько дней в путешествии. А что именно вы узнаете, увидите, вам расскажет Арман. У нас будет стоять задача найти в одном из ущельев Алматинской области древние петроглифы, о которых я узнал от местных чабанов летом. К сожалению, не было времени заехать туда раньше. И вот только зимой сегодня я здесь увидел, что есть отличная мототехника, снегоходы, на которых мы сможем туда добраться. Поэтому мы с Андреем приглашаем всех желающих принять участие с нами в этой экспедиции. То есть мы поедем в большую увлекательную экспедицию. Мы узнаем очень много нового и интересного. Присоединяйтесь. Это я, Арман Умар, это Андрей Якуба. Ждем вас. По этим телефонам позвоните и запишитесь вместе с нами. Отправимся в экспедицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин